Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет, ну как вы уже привыкли, у нас история, она вроде бы обычная, но мы показываем необычное. В чем необычное, сейчас расскажу. Начиналось все классно и хорошо. У нас есть разовый осмотр, приезжает Volkswagen Jetta. Для нас история предельно простая и ясная. Машина клубная, когда клубная машина, про нее можно узнать дофига чего. Всякой информации такой, что даже не знает хозяин. Но автомобиль был сюрпризом. И вот о том, какой сюрприз, смотрим видео. Один авто. Клубный автомобиль Volkswagen клуба Jetta GLI. Добрый день! Смотрим Jetta. Значит, что по ней? Пойдем по порядку. Капот у нас целый оригинальный, тут без вопросов. 116. Он не снимался, с ним все здесь отлично. Есть небольшое количество сколов, но все терпимо, все хорошо. Их мало-мало. Из неприятного здесь лопнувшая решетка радиатора. Пытались тут подковырнуть значок и вот повредили саму решетку радиатора. Дальше здесь трещина. Здесь все хорошо. Бампер сам у нас красился. Единственное, вот здесь, я так понимаю, где-то нажали бампером и чуть-чуть вывернуло уголок крыла. Ну, при желании это можно все отрегулировать. Сплитер у нас стоит на месте, он не поврежден, по крайней мере, сверху. То, что видно, с ним все хорошо. Туманка у нас чуть-чуть как бы стоит не на месте, надо будет поставить ее на место. И плюс чуть-чуть пожженное у нас стекло пластиковое. Ну, вот надо будет с этим разобраться. Дальше решетка нижняя на месте. Радиатор слегка посеченный. С этой стороны уже вот стоит все на месте. Туманка здесь все отлично. Крыло переднее. Здесь оно не крашено. С ним все хорошо. Арка у нас не выбитая. Здесь все отлично. Подкрылок стоит на месте. Резина у нас целая, красивая. Гисловед. Она в отличном состоянии. Еще не один сезон отъездит. Тормозные диски отличные. Колодки, можно сказать, новые. Порог у нас здесь тоже целый. Здесь все хорошо. По колесу, то, что видно, здесь, в принципе, адекватно. Да, одинаковое расстояние. Потому что на фото с аукциона были поврежденные колеса. Ну, визуально здесь все красиво, здесь все отлично. Если кто не знает, в этом году нашей компании исполнится скоро 9 лет. Да, это еще и не юбилей, но тем не менее. На всякий случай расскажу, что мы заморачиваемся. Мы смотрим историю автомобиля. Причем не в одном источнике, а в разных. Это база МВД, это CarVertical, это официальная история, это страховые базы. И вот, когда есть совокупность всей этой информации, вот лишь только тогда мы видим картину общую про этот автомобиль. Вот с этой машиной вроде бы все хорошо, но это пока. Смотрим дальше. Дверь передняя, левая целая. Единственное, вот были сколы по торцу двери. И их просто заклеили пленкой. И вот они, получается, белесые тут проявляются через пленку. Вот она белеет, скажем так. Порог у нас тоже под дверями целый. Все отлично. Накладка тоже здесь стоит. Все хорошо, все на своем месте. Крыша у нас целая, не крашеная. Вмятин по ней нет. Люк стоит по зазорам. Полка у нас тоже не выбитая. Чтобы была какая-то царапина, продавленность. Но у нас заполированная. Стекло здесь меняное. Секурит хорошее и затонированное. Дверь задняя, левая. Здесь целая. Каких-то нюансов по двери я не вижу. Здесь все хорошо. Арка у нас задняя тоже не крашеная. Но единственное, что здесь были вот скол. Надо будет его подкапать обязательно, потому что он до металла. Крыло заднее, левое целое. Так, арка колеса у нас. Здесь она не потертая. Здесь все хорошо. Единственное, вот есть притертость небольшая была. Царапина на бампере, она тоже не отполируется. И вот на крыле тоже царапина не отполируется. О, двери водительской в салоне. Здесь она не снималась, не красилась. Крыло у нас не снималось, не красилось. Здесь стойка целая. Здесь все целое. Карта дверей целая. Пару притертостей от льв ног есть, но ничего страшного здесь нет. Что касательно сидения водительского. Здесь из неприятного что у нас есть. Лопнул у нас дерьмантин. Руль у нас в нормальном состоянии. Ничего страшного здесь нет. Здесь все хорошо. Подлокотник у нас, он двигается рабочий. Работает все нормально. Единственное, вот здесь вот есть прорез. Не знаю, лезвием, наверное, порезали. Вот тут вот такой вот разрез имеется. Но можно пробовать заклеить его при желании. И ручка переключения передач. Слегка вот с этой стороны потертая. Но это от кольца, скорее всего. Так, экран у нас не зацарапанный, не потертый, не побитый. Здесь все отлично. Из неприятного мы имеем. Здесь вот чуть-чуть не на месте стоит накладка. Вот эта вот, она как сдеформированная. Не знаю, ее снимали. То есть с этим вот решетка проваленная. Здесь вот это все потарчивает. Ну, тут надо будет разобраться с этим моментом. Так, потолок у нас целый, хороший. Да, здесь все хорошо. Дверь, задняя левая, карта двери у нас есть пару притертостей. Стойка сама у нас целая, здесь не крашеная. Проемы не затертые. Здесь все отлично. Здесь по каркасу все хорошо. По своему сидению, боковые накладки целые. Здесь все нормально. Сидение целое. Подлокотник работает. И задняя консоль у нас тоже не затертая. Пол не затертый здесь в задней части. Поэтому, в принципе, здесь все удовлетворительно. Задний бампер у нас здесь притертый. Вот одно место было, место касания. Сам катафот здесь целый, притертый. По-хорошему здесь надо будет красить его. И вот второе место, вот по центру. Здесь уже тоже потрескалось. То есть надо будет весь его красить бампер. Так он, в общем, стоит по зазорам. Все более-менее симпатично. По крышке багажника. Крышка багажника у нас целая. Это в лак въелся клей из дерева. Попробуйте отполировать. Может там и отполируется. Сама крышка багажника не бита, не крашена. Здесь все хорошо. Дальше. Крышка багажника снутри. Опять же, тут что-то возили, потому что затертые у нас обшивочки петель. Что с одной, что с другой стороны. Сама крышка багажника не разбиралась, не красилась. Здесь все отлично. По самому багажнику у нас обшивка задней панели зацарапанная. Сабвуфер у нас не разбит грузами. Это хорошо. В нише запасного колеса. То есть, что у нас имеется? Докатка. Набор инструмента. Единственное, что у нас здесь, опять же, есть небольшие сколы по крылу. Надо их обязательно подкапать. Стекло у нас заднее, кстати, целое. С ним все нормально. Крыло заднее правое. Здесь оно крашеное. А почему крашеное? Потому что у нас здесь была дырочка. Ее заварили. Классная клубная джета. За исключением одного момента. Автомобиль был под обстрелом. Я понимаю, что это было. Вот здесь подшпаклевывалось. Я думаю, не пуля ли сюда прошла? Пуля далеко не ушла. Вот она вот здесь остановилась где-то. Потому что вот очаг. Центр приложения силы. Дальше я не вижу, чтобы здесь что-то было. Ну, как-то попробовать. Посмотрю сейчас. Подушки есть. Ничего не пострадали. Подушки целые. И это самое главное. Ага, вот здесь. Да, я думаю, вот здесь вот заходила туда. Здесь была дырка. Ее заварили. Ну, опять же, в принципе, ее видно, что она тут вот бликует. Некрасиво уселась шпатлевка. И вот тоже пуля вышла на вылет через дверь в стойку. Ну, дальше пуля не прошла, потому что она обшивка целая. И с той стороны стойка у нас тоже целая. Вот здесь вот вошла пуля. Вот здесь вот вошла пуля. В нее вот 405, 237, 390, 211. Вот этот момент поспаклевывался. Именно сам отверстие было вот здесь вот. И вот опять же здесь тоже входила пуля. Вот здесь место вхождения. Сейчас мы найдем, где оно тут. Вот оно. Вот здесь вот вошла пуля. В остальном дверь абсолютно целая. Она просто перекрасилась. Вот рихтованная дверь. Внутри пуля выходила, выход пули был. Вот здесь вот. И вот она вошла у нас вот здесь вот в накладку торпеды. И разбила ее. Дальше она уперла здесь усилитель торпеды. То есть дальше повреждений нет. Когда сняли накладку, там все идеально. Подушка на месте. То есть у нее не попало, не задело. Здесь все хорошо. Итак, друзья, мы имеем автомобиль, который был прошит пулями. А вот теперь у меня простой вопрос. Напишите в комментариях. Вы бы взяли себе такой автомобиль? Или же все-таки нет? Вот переднее правое. Здесь оно оригинальное, целое, родное. Здесь вопросов нет никаких. В варке здесь тоже все нормально. Порох у нас с этой стороны целый. Все стоит на своих местах без вопросов здесь. Под капотом. Капот у нас родной, оригинальный. Он не крашеный. Заводская. Тут получается пломба висит еще. Не оборванная. Он не крашен. Откручивался болт верхний. Нижний у нас не трогался. Откручивался болт для установки у нас пневматических упаковок. Дальше здесь все хорошо. Заводская точка. Герметик. Здесь все нормально. С фарами здесь все отлично. Пластик весь на месте. Крышка. Она имеется. Ее сняли. Просто отдадут. Радиаторы у нас на месте. Радиатор менялся у нас основной. Он был подмятый. Лонжерон у нас в заводском исполнении. Я не вижу, чтобы здесь что-то красилось или рифтовалось. Планка у нас маркировочная. 52 здесь все хорошо. В двигателе у нас здесь все чисто красиво. Отложений металла на металле никаких нету. Масляных. Масло опять же с крышки потеет. С самой турбины здесь сухо, красиво. Здесь минимальное количество вопросов. По низу, по передней части. Здесь сам сплиттер у нас целый. Понятно, он местами где-то есть притертый. Но в принципе все хорошо. Больших вопросов по нему нет. За бампером самим у нас спереди тоже вопросов нет. Панель у нас передняя не треснутая. То есть машина нигде у нас не прыгала. Ни по ямам, ни по каким неровностям. Все стоит на месте. Подкрылки целые. Защита здесь стоит. Радиаторы тоже, кстати, целый. Умененный радиатор у нас по двигателю и по коробке. Подтеканий никаких нету. Везде все сухо. Коробка у нас не разбиралась. Следов демонтажа и разборки ее здесь не видно. По двигателю поддон у нас не вмятый. Он целый. Я не вижу здесь каких-то моментов из того, что здесь менялась цепь на двигателе. Сальники у нас сухие все по двигателю. И задняя часть двигателя. Там, где турбина, тоже у нас все сухо. Красиво, потеков никаких нет. Диски ровные, красивые. Видно, что у нас менялись амортизаторы передние. Досаксы стоят. Саленблоки все целые. То есть по колесам тоже с этой стороны все нормально. По днищу. По днищу здесь тоже все красиво. Единственное, не хватает у нас заглушек. Раз заглушки не хватает. И вот такой же второй. Она такая вот неправильной формы. Кругло-квадратная. По защите. Единственное, вот тут вот чуть-чуть карой, наверное, порвали защиту. Ну, как бы, можно при желании здесь подзаклеить и ехать дальше. И по правой стороне такая же ерунда. Тоже тут вот подлопнула защита. По задку здесь все хорошо. Единственное, чуть-чуть вот где-то касается глушитель. Ну, это на сильных кочках может быть. Получается, две двери, крыло, стекло заднее, правое и лобовое стекло. Ну, и пуля улетела частично там в торпеду, но она уперлась в усилитель и все. То есть там только обшивку одну помяла. Ну, а с задней двери пуля вышла в стойку. И в стойке где-то осталось. Ну, мы не знаем, достали, не достали, но в стойке дырка с одной стороны, с другой стороны нет. Я думаю, если поискать, то можно и найти ее. Джета в хорошем состоянии. Мы за машиной ухаживали. Больших каких-то повреждений по машине не было. Были небольшие, скажем так, огнестрельные ранения у машины. Их полечили. По технике там с Америки все хорошо было. Здесь вовремя обслуживали. Поэтому машину можно рекомендовать в покупке. Что мы и сделаем, наверное. Все выводы технических специалистов у нас обоснованы. Тем более мы их проверяем. И мы людям рассказываем о том, как правильно устранить тот или иной недостаток автомобиля. Мы никого не оставляем без внимания. А вы хотите купить непроблемный автомобиль? Тогда вам к нам в компанию Одинавто. Все контакты внизу. И, к слову, да. Ни один телефонный звонок мы не оставляем без внимания. Он может быть непринятый. Но мы все равно на него перезвоним. Друзья, на сегодня все. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. А вот для самых глазастых, кто увидел вот эту машинку сзади. Я даже вот так повернул камеру. Об этом будет вообще отдельная история. До Киева мне еще 140 километров. А видео должно быть уже сегодня. Я думаю, интернет не подведет.